Всем привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по магазину Галамарт, который находится в городе Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический 30, торговый центр Плаза, второй этаж. Очень много интересных товаров привезли, друзья. Давайте не будем затягивать и посмотрим. Всем приятного просмотра! И начну я свой обзор вот с такой полочки, где находятся красивые лампы. Посмотрим качество и цены. Лампа настольная 30 сантиметров, стоит 729 рублей. Гарантия дается на эту лампу 1 год. Максимальная мощность 40 ватт. Посмотрите, как интересно выполнено. Вот снизу получается у нас просто как клеточка такая, форма. И вот у нас кнопочка включать-выключать, выключатель такой. Включаем. Давайте покажу вам, как выглядит, когда включаем. Ну, неплохо, друзья. Посмотрите. И то это учитывая то, что в магазине везде включен свет. Я думаю, что в темноте будет намного ярче, конечно. Форма очень интересная, необычная. Сделана из текстиля и металла. Длина кабеля 1 метр. Срок службы 5 лет. Следующая настольная лампа стоит 649 рублей. Цена идет, кстати, со скидкой, друзья. 27 сантиметров. Качество текстиля отличное. Такой светильник отлично подойдет не только для гостиной, но также и в других комнатах. Мне кажется, украсит любую, в принципе, комнату, куда бы вы ни поставили. Посмотрите, какая красота снизу золотистого цвета. Очень красивыми узорами. Включим и посмотрим, как светится. Тоже довольно-таки ярко смотрится. Длина кабеля, кстати, 1 метр. Срок службы также 5 лет. Выключаем и переходим на другую лампу. 27,5 сантиметров. Стоит 659 рублей. Такой тоже нежный цвет. Снизу сделано, как груша. Посмотрите, интересная форма такая. Материал тоже керамика и текстиль. Давайте тоже включим. Посмотрим яркость. О, неплохо. Но это, скорее всего, за счет светлого самого верха. Остальные были темного. И следующая лампа. Тоже в светлых тонах. За 899 рублей. Выполнена также из текстиля и керамики. Вот, посмотрите, снизу, как красиво сделано. Как будто это дерево. На ощупь тоже очень приятное, кстати. Длина шнура также 1 метр. И прослужит тоже 5 лет. Температура эксплуатации от плюс 5 до плюс 40. И тоже довольно ярко смотрится. Давайте сверху еще заглянем. Неплохие лампочки, друзья. Мне очень понравились и формы, и цена, в принципе, доступная. Теперь перейдем на другую полочку. И здесь у нас в большом количестве всевозможные кастрюли. Давайте вот в общем обзоре я вам покажу. Если хотите, можете поставить на паузу и посмотреть цены. Вроде бы видно. Но я остановлюсь на нескольких коллекциях. Давайте начнем вот с этой коллекции. Винтрай. Кастрюля 24 на 13 сантиметров. Стоит 1989 рублей. Объем 5,6 литра. Со стеклянной крышечкой, как видите. Выполнена из нержавеющей стали. Созданная по последним технологиям. Кастрюля оснащена капсульным дном. Вода закипает быстрее. Ингредиенты не подгорают. Пища готовится равномерно и качественно. Подходит для длительного хранения в холодильнике. Вот над ним мы видим написано индукция. И показано картинками, каким плитам подходит. Ручки имеют яркие силиконовые вставки. И крышка с силиконовым ободком. И также сверху вставочка силиконовая. Яркого такого кораллового, красно-кораллового цвета. Неплохая такая крышечка. Читала отзывы. Многие довольны этими кастрюлями. Говорят, что крышка очень плотно закрывается. И ничего не пропадает. Вот даже увидела комментарий, что вот человек с 2016 года пользуется. И до сих пор кастрюля как новенькая. Так что вот так. Из этой коллекции можно также приобрести за 1769 рублей кастрюлечку объемом 3,2 литра. Также чуть поменьше за 1655 рублей объем 2,3 литра. Перейдем на другую коллекцию кастрюль. Большая кастрюля объемом 3,8 литра. Женева называется. Стоит 1099 рублей. Со стеклянной крышечкой, как видите. Неплохо выполнена. Есть место для выхода пара. Ну, в принципе, это стандарт. У всех кастрюлечек таких есть. Ручки, как видите, просто ничем не защищены никакими силиконовыми вставочками. Кастрюлечка, кстати, индукционная, подходит, ну, в принципе, на все плиты. Снизу тоже все это подробно написано и показано. И вот здесь мы видим надпись самой фирмы. Можно мыть в посудомоечной машине. Можно хранить пищу в холодильной камере. Следующая кастрюлечка коллекция Вена со стеклянной крышкой объемом 3,6 литра. Стоит 1239 рублей. У этих кастрюль ручки и крышка имеют силиконовые вставки, которые не нагреваются. Капсульное дно ускоряет процесс приготовления. Стеклянная крышка с отводом для пара. Подходит для всех типов плит. Можно мыть также в посудомоечной машине. Можно хранить пищу в холодильной камере. Мерная шкала на внутренней стороне, кстати, имеется. Информация также есть на этикеточке. Если что, можете поставить на паузу и ознакомиться поближе. И вот мерная шкала. Такая посуда из нержавеющей стали не окисляется, материал не впитывает и не выделяет запахи. Что, кстати, положительно влияет на вкус пищи. Из этой же коллекции можно приобрести чуть меньше объемом кастрюлечка 2,6 литра за 1039 рублей. Друзья, чуть ниже стоит 6-литровая кастрюля из этой же коллекции за 1429 рублей. Рядышком стоит поменьше 3,6 литра за 1239 рублей. Давайте покажу подальше, чтобы было видно, что они идут уже меньше размером. Вот, как видите. Следующая у нас уже объемом 2,6 литра за 1039 рублей. По-моему, такая же была и сверху, если не ошибаюсь. И еще меньше объемом. Объем 1,9 литра за 839 рублей. Вот такая коллекция. Обратила внимание на вот такую интересную кастрюлечку. Здесь, как видите, идет уже комплектом, друзья. Три кастрюли за 2959 рублей. Неплохо, я считаю. Объемы 1,9 литра. Вторая кастрюля 3,6 литра. И третья 6-литровая, самая большая. Многослойное капсульное дно быстрее нагревается, равномерно распределяет энергию, ускоряет приготовление пищи. Силиконовые ручки, как видите, не плавятся под воздействием высоких температур. Идеально, кстати, для духовки. Крышки из термостойкого стекла сделаны. Можно ставить в духовой шкаф и холодильник. Нержавейка. И, как видите, 3 кастрюли за одну цену. Друзья, хочу показать вам еще вот такую кастрюлю. Тоже очень красиво и интересно выполнена. Стоит 1169 рублей, объем 3,4 литра. Точный размер 20 на 11,5 сантиметров. Многослойное дно гарантирует равномерное распределение тепла. Кастрюля, сделанная из нержавеющей стали, подходит для длительного хранения пищи в холодильнике. Удобные ручки, под дерево выполнено, обеспечивают уверенный захват и не нагреваются. На внутренней стенке кастрюли имеется мерная шкала. Крышка из закаленного стекла с пароотводом. Кипящая вода не выливается на плиту. Можно мыть в посудомоечной машине без вреда для посуды. Подходит для всех типов плит, включая индукционные. Можно мыть в посудомоечной машине. Посмотрите, какая кастрюля хорошая. Мне понравились вот эти именно ручки под дерево. Кстати, на ощупь они чем-то вот как матовое такое покрытие. Также, как видите, есть вся информация на этикеточке. И на дне указано, какие подходят плиты. Ну, как я и говорила, подходят ко всем видам плит. Перейдем на другую полочку. И увидела там вот такую интересную форму для выпечки. Каравай называется. Стоит 249 рублей. Точный размер 23 на 11,5 сантиметров. Выполнена из углеродистой стали. Экологически чистый состав. При нагревании не выделяет вредных веществ. Не содержит токсических кислот. Можно мыть в машине автомат. Идеально подходит для приготовления шарлотки, манников, пирогов и так далее. Качество, в принципе, неплохое, друзья. На ощупь, даже вот на вид, довольно плотное, не тонкое. И, как видите, будет вот с такими узорчиками. Давайте вытащим бумагу и посмотрим вот без бумажки. Объем довольно-таки хороший. Пирог будет немаленький. Антипригарное покрытие предотвращает прилипание теста и его дальнейшее пригорание. Главное, не использовать острые ножи, чтобы не повредить. Форма для запекания за 524 рубля. Жаропрочная, квадратная, с ручками. Размер 27,5х24х6 см. Объем 2,3 литра. Идеально подойдет для выпечки. Тесто не пристает, не пригорает. Кстати, высота стенок 6 см. Делайте лазанью, любые запеканки, мясные, овощные, сырные. То есть, все что угодно. Температурный режим от плюс 240 до минус 40. Можно ставить в духовую и СВЧ-печь. Можно хранить в холодильнике. Рядышком продаются вот такие контейнеры для продуктов за 259 рублей. 600 мл. Изготовлена из жаропрочного стекла. Крышка из пищевого пластика. Для более надежного крепления и сохранения герметичности на крышке имеются удобные защелки. Как видите, 4 штуки со всех сторон. Хорошо, кстати, действительно закрывает. Мы сейчас откроем с вами, посмотрим. Так, открываем. Пластик, кстати, качественный. Внутри имеется вот такая вставочка, благодаря которому не будет туда проникать никакой посторонний запах. Можно выбрать еще вот такой со светлой крышкой. Все то же самое, просто внутри вставлена еще такая бумажечка с информацией подробной. Форма для запекания за 959 рублей. 3,5 литра объем. Точный размер 39 на 24 на 6 сантиметров. Длина изделия 39, высота 5 сантиметров. Хорошо держит высокую температуру. Идеально для выпечки, для разных там блюд и так далее. Можно хранить пищу в холодильнике, ставить в СВЧ-печь, мыть в посудомоечной машине. Давайте посмотрим еще один вариант. Это у нас кастрюля жаропрочная с крышкой. Стоит 469 рублей. 1,4 литра. 100% безопасный продукт, созданный без применения химических компонентов. Готовить можно в СВЧ-печи на комфорке в духовом шкафу. Выдерживает нагрев до 240 градусов. Не боится низких температур, до минус 40. Легко очищается, исключает размножение бактерий. Можно мыть также в посудомоечной машине. Хорошая такая, интересная, конечно, кастрюлечка стеклянная. Поставим крышку. Закрывается вроде бы плотно. Кстати, друзья, любая стеклянная посуда не приемлет температурного шока. То есть резкая смена горячего на холодное и наоборот. В продаже есть симпатичные вазочки для фруктов и хлеба. Стоит 65 рублей. Размер 25,5 на 7 сантиметров. Выполнена из качественного пластика. Не тонкая, что хорошо. Качество неплохое. Рисунок очень симпатичный. Узоры сердечки такие. И внутри тоже сердечек разные узорчики. Будет смотреться красиво, конечно, за столом. И, как видите, есть на выбор разные расцветки. Подставка для моющего средства и губки стоит 119 рублей. Размер 19 на 12 на 10 сантиметров. Выполнена из пластика и имеет прорези, которые препятствуют скапливанию лишней жидкости в подставке. Благодаря чему губки высыхают быстрее, дольше служат. Подставка помогает поддерживать чистоту и порядок на кухне. И, как видите, снизу есть еще дополнительная такая прозрачная подставочка, чтобы вода не стекала на стол. Похожая подставка за 89 рублей, но уже размер 18 на 10 на 3 сантиметра. Кстати, друзья, страна производства Белоруссия. В принципе, все то же самое, только вот эта подставка ниже. Ну и можно выбрать разные расцветки. Увидела еще вот такие органайзеры для специй за 89 рублей. Кстати, очень даже нужная вещь в кухне. Размер 23 на 16,6 на 7,98 сантиметра. Вот снизу мы видим перегородочки, которые вставляете вовнутрь, чтобы разделить между собой. Ну, отзывы я почитала, тоже очень положительные отзывы, друзья. В принципе, все отлично держит и нужна действительно вещь. В продаже появились яркие вот такие подносы, пластиковые, называется «Фантазия». Стоит 149 рублей, с симпатичными рисунками. Качество нанесения хорошее, качественное, без каких-либо растяжек и разводов. Выполнена из пластика. Форма, как видите, прямоугольная и точный размер 39 на 25 на 1,7 сантиметра. Нижняя сторона у нас матовая, а внутри глянцевая. Друзья, посмотрите, какую интересную кружку я увидела. Честно говоря, сразу даже не поняла. Думала, там действительно пиво налито. Кружка пивная, с охлаждающими стенками, называется. Цена 179 рублей. 400 мл объем. Выполнена из пластика. Значит, нужно перед использованием поместить кружку на 2-3 часа в морозильную камеру. В охлажденную кружку потом нужно налить пиво и наслаждаться ледяным напитком в жаркий летний день. Вот так. Интересная, конечно, задумочка. Но качество неплохое вроде. Кружка тропические птицы. Стоит 79 рублей. Со скидочкой идет сейчас эта кружка. Кружка из керамики. Объемом 350 мл. Кстати, отлично подойдет на подарочек. Симпатично сделано. Натуральный материал помогает чаю и кофе раскрыть свои лучшие вкусовые качества. Напитки дольше сохраняются теплыми. Среди других плюсов идеальная гладкая поверхность, в которой не остаются частички продуктов и легко очистит мягкой губкой. Еще мне понравились вот такие кружечки фарфоровые за 69 рублей. Называется кофейня. Материал изделия прочный. Кружка прослужит долгое время. Удобная форма самой кружечки и ручка тоже удобная, друзья. Мне очень понравилось также качество нанесения рисунков на кружки. Вот посмотрите, они даже немножко где-то блестят, а где-то как матовое покрытие. Было представлено в четырех дизайнах. Вот я вам сейчас все показываю. Так что можете подобрать под ваше настроение, либо интерьер. Посмотрите, какую интересную кофеварку я увидела. Кофеварка гейзерная. Три чашки алюминия. Стоит 399 рублей. Сделано из штампованного алюминия. Можно мыть в машинке автомат. Объем рассчитан на три чашки. Подходит для всех плит, кроме индукции. Значит, что нужно сделать? Нужно заполнить нижнюю емкость водой до уровня клапана для выхода пара. Сейчас, кстати, в дальнейшем я вам покажу, все раскрою. Так, затем наполнить нужно ситечко молотыми зернами. Закручиваем верхнюю часть кофеварки, ставим на плиту и включаем температуру чуть выше средней. Вода закипает и проходит через кофейный слой. И готовый напиток уже поступает в верхний резервуар. Вот так, друзья. Вот сейчас покажу еще вам нижнюю часть. Давайте откроем. Интересная, конечно, кофеварка. Первый раз такое вижу. Ну и качество неплохое, кстати. Тоже почитала отзывы. Ну, положительные. Не увидела ни одного отрицательного. Да, и цена доступная, друзья. Ситечко для заваривания чая на кружку стоит 89 рублей. Выполнено из металла, пластика. Такое ситечко не даст чинкам оказаться в кружке и испортить впечатление от чайпития. Крючок надежно фиксирует сито на стенке кружки, а клапан не дает ему раскрываться. Неплохое качество, вот поближе вам покажу. И можно выбрать разные также цвета. У нас было три цвета на выбор. Диспенсер для моющего средства с губкой. Стоит 249 рублей. Объем 250 миллилитров. Размер 16 на 13 на 6 сантиметров. Неплохой аксессуар для мытья посуды на кухне. Удобно дозируя моющие средства. Такой диспенсер позволяет еще и заметно экономить. Достаточно лишь пары капель и посуда будет сиять чистотой. Выполнена из керамики. Удобно, конечно, будет пользоваться, если сравнивать с обычными бутылочками, которые нужно постоянно брать и поднимать. А здесь просто нажимаете на дозатор и готово. Можно выбрать еще вот такой вариант диспенсера. Стоит 299 рублей. Размер 18 на 10 сантиметров. Объем диспенсера 320 миллилитров. Материал керамика. Губка здесь другая, как видите. Друзья, в этом магазине также можно приобрести вот такие этажерки для обуви за 398 рублей. Размер 45 на 19 на 58 сантиметров. Четыре полочки. Выполнена из металла и пластики. Четырех широких полок достаточно, чтобы разместить туфли и сапоги всех членов семьи. Кстати, материал полочек такой моющийся. То есть удобно будет потом, если выможется, помыть. Сбоку вот такими красивыми узорами. И вот выглядят вот так ножки. Сам по себе не тяжелый, легкий. Ну, неплохо выполнено, конечно. Качество плотное. Вроде бы на первый взгляд я так потрогала, немножко пошатала. Стоит устойчиво. Можно выбрать вот такого розового цвета. Также на выбор стояла рядышком уже собранная синего цвета. Все то же самое. В принципе, качество такое же. Узоры, рисунки, просто другого цвета. Держатель для мыла, губки и мочалки. Стоит 49 рублей. Размер 17 на 8 на 4 сантиметра. Выполнено из безопасного силикона. Не абсорбирует запахи. Отверстие в основании для стока воды. Кухонные и банные принадлежности содержатся в чистоте благодаря такому средству. Простая фиксация на гвоздик или крючок. Кстати, плотно держит, не выскакивает. И очень яркие есть цвета на выбор. Еще вот такой розовый и синий. Друзья, посмотрите, какую интересную вещь я увидела. За 209 рублей продается аромодиффузор с палочками и декором. Очень красиво смотрится. Посмотрите, там получается у нас цветочек на палочке с веревки выполненная. Кстати, готовый подарок для друзей ваших и близких. И красиво, и аромат будет придавать в любой комнате там или где-то. Здесь у нас аромат лимона, роза, лаванда, душистые травы. На упаковочке мы с вами видим подробную инструкцию, состав, ну и так далее. Вся необходимая информация имеется. Кому интересно, можете поставить на паузу и ознакомиться поближе. Ну и, конечно же, можно выбрать несколько цветов. Вот такая розочка, похожа на розу цветок, желтого цвета с розовыми такими точечками кое-где на лепестках. Здесь мы видим аромат лимона, роза, лаванда и тоже душистые травы. Красиво, конечно. Еще один вариант увидела, уже более такой нежно-розовый цвет самого цветочка. Кстати, обратите внимание, ароматы везде одинаковые. Я, честно говоря, думала разные будут, но нет, одинаковые ароматы. Детские мочалки в форме фруктов. Это у нас форма киви. Размер 18 на 8,5 на 3 сантиметра. Стоит 99 рублей. Посмотрите, какие яркие мочалочки. Имеется крючок для подвешивания. Это большой плюс. Мочалочка хорошая, большая, мягенькая, приятная на ощупь. Также за 99 рублей можно выбрать вот в форме, получается, дольки апельсина, разрезанного напополам. Тоже яркие, такие насыщенные цвета. Я думаю, детишкам будет интересно такими мыться. И еще один вариант увидела. Вот как груша сделана. Даже листочки есть сверху. Здорово. Чуть ниже висят вот такого варианта мочалочки. Это у нас мочалка банная, сизоль, овальная, на поролоне. Стоит 99 рублей. Размер 11 на 14 сантиметров. Бережно очищает и массирует кожу. Обладает легким массажным эффектом. Неплохая мочалочка. Можно такую же мочалку за 89 рублей купить уже только в форме варежки. Тоже удобно будет одевать и мыться. Есть вот крючок для подвешивания. Качество такое же. Сизоль и поролон. В магазине также можно приобрести вот такие наборы кисточек для макияжа. 5 штук входят в набор. Стоит 249 рублей. Набор состоит из нескольких кистей. Они специально предназначены для нанесения макияжа. Кисти набора мягкие, имеют приятную текстуру, легко моются. Сделано из пластика синтетического нейлона. Диаметр 16 сантиметров. Производитель Китай. Неплохое качество. Яркие насыщенные цвета. Можно выбрать три варианта. Вот такой был цвет еще. И вот такой, как леопардовый. Рядышком увидела еще один вариант набора кисточек для макияжа. Но только уже в комплект входит еще косметичка. Это, кстати, большой плюс. Стоит 199 рублей. Кисточки набора мягкие, имеют приятную текстуру. Кисти просты в использовании, легко моются также. Размер, значит, диаметра 13 на 8 сантиметров. Материал пластик, металл, ворс, нейлон. И можно выбрать, как видите, несколько вариантов расцветок. Цвета, кстати, кисточек интересно выполнены. Как видите, там два цвета идет белый и какой-то еще там. Вот фиолетовый, кстати, красивый тоже. Набор маникюрный стоит 219 рублей со скидкой. Это многофункциональный маникюрный набор, который состоит из 7 предметов. Современный модный стиль никогда не оставит равнодушным. Набор компактный, его можно брать с собой везде. Он легко помещается в любую сумочку. Стильный футляр выполнен из высококачественного полиуретана. Будет отличным аксессуаром для любой модницы. Приборы выполнены из качественных и прочных материалов и сплавов, что позволяет им прослужить надолго. И вот поближе покажу вам в открытом виде. Качество неплохое, посмотрите. Давайте закроем футлярчик. Посмотрите, как удобно. Узко, много места действительно не займет. Качество действительно вот самого футляра тоже хорошее. Приятное на ощупь. И давайте положу на ладошечку. Посмотрите, какой размер маленький. Хороший набор. Есть еще вот такого цвета. Ну, то есть, отличаются цвета футляров и самих инструментов. Швабра с насадкой стоит 899 рублей. Такая швабра используется для влажной уборки внутри помещения. Удобная телескопическая ручка, длину которой вы можете регулировать сами. За счет этого швабра может достать до любых труднодоступных мест. Значит, какие преимущества? Поворачивается на 360 градусов, обеспечивает уборку в труднодоступных местах. Телескопическая ручка, соединительный блок ручки и пластформы для насадок выполнены из металла повышенной прочности. Насадка легко снимается с платформы легким нажатием фиксатора. Друзья, но больше всего мне понравился вот этот набор для уборки полов за 869 рублей. В набор входит ведерко 9 литров, швабра и дополнительная насадка. Принцип отжима Юла, выполнена из пластика. Такое устройство, конечно, делает мытье полов легким и быстрым. Не нужно будет постоянно вам наклоняться, отжимать тряпочку и так далее. Очень просто, друзья. Я вам сейчас все покажу. Значит, вот швабра, вот ведерочка. Ведерко довольно большое, удобное. Ручка тоже, кстати, удобная. Вот она. Вот это у нас система, как раз таки, которая крутится. Юла. Кстати, когда будете покупать, проверяйте, чтобы хорошо крутилось. Внизу находится запасная насадочка. Это большой, кстати, плюс. Если что-то там у вас порвется или испортится, есть запас. Не нужно будет искать где-то. В нижнюю часть вот сюда наливается вода, а отжимается, получается вот где вот эта система, крутящаяся юла. Ручка, как видите, на швабре легко фиксируется, опускается. И вот, посмотрите. Раз и все. Еще раз. Вообще отлично. Хорошая вещь, слушайте. Я, честно говоря, такой еще не пробовала пользоваться дома, но бывало, приходилось, пользовалась. Мне очень понравилось. Кстати, большой плюс, то, что снизу имеются также колесики. Можете спокойно с собой не поднимать, а просто по полу за собой несете и все. Набор мини-ковриков за 293 рубля. Набор выполнен из прочного ПВХ-материала, обладает противоскользящими свойствами. Даже самый активный пользователь не подскользнется. Фиксируется внутри ванной присосками. Нашла еще вот такой интересный держатель для зубных щеток и пасты. Стоимость по скидке сейчас 89 рублей. Выполнена в форме ярких таких птичек. Размер 21 на 16 сантиметров. Прочный пластик. Крепится с помощью трех присосок. С обратной стороны, как видите, есть подробная инструкция и показано, как это все будет выглядеть, когда прикрепите уже. Очень положительные отзывы. И многие пишут, что крепится очень хорошо. То есть от стены не будет падать. И есть несколько цветов на выбор. Настенный дозатор для зубной пасты за 199 рублей. Этот дозатор, друзья, автоматически. Имеется также держатели для двух зубных щеток. Размер 7 на 6 на 13 с половиной сантиметров. На упаковке указано, какая расцветка находится именно в коробочке. Как видели, три цвета на выбор. Имеется также подробная инструкция, как правильно пользоваться и как мыть и так далее. И вот так выглядит дозатор. Дозатор, кстати, защищает щетки от пыли и воды. Паста при нажатии на рычаг выходит порционной. Где-то размер как горошек. Подойдут тюбики с узким горлом. Стакан для ванной комнаты «Море». Сделано из керамики. Стоит 177 рублей. Можно использовать для зубных щеток, кистей для макияжа, карандашей. Не боится воздействия пара и повышенных влажностей. Следующий у нас дозатор для жидкого мыла. Стоит 199 рублей. Дозатор имеет долговечный и удобный механизм подачи жидкости. Кстати, можно выбрать два цвета. Есть вот с синей полоской, и туда дальше я покажу, есть еще с черной полоской. А это у нас уже мыльница за 119 рублей. Гладкая поверхность мыльницы легко очищается мягкой губкой. И вот два цвета, как я и говорила. Посмотрите, какой необычный дозатор. Для жидкого мыла необычно, конечно, своей формой. Стоит 209 рублей. Называется Fresh. Сделано из пластика. Размер 7,4 на 13,8 сантиметра. И вот так выглядит у нас дозатор, если раскрыть. Было представлено два цвета на выбор. Диспенсер для жидкого мыла. Сенсорный. Стоит 699 рублей. Объем 400 миллилитров. Подходит для установки в кафе, гостинице и офисах. Удобно отделение крышки для заправки. Может наполняться мылом, увлажняющими лосьонами и так далее. Работает от 4 батареек типа 3А. В комплект они, конечно, не входят. Музыкальный датчик и подсветка даже есть. Мгновенная подача средства. Только поднесите руку и все, и готово. И вот сюда заливаете мыло или какое-то другое средство. Хорошая вещь. На сегодня все, друзья. Постаралась показать вам интересные и полезные товары. Магазин, конечно, очень полезный. Я считаю, что доступный. И действительно, можно найти хорошие, качественные вещи для дома. Спасибо всем, что смотрите, за вашу поддержку и комментарии. Желаю вам хорошего настроения и удачи во всем. До новых встреч, друзья. Пока-пока.